Забавные факты о полётах и самолётах. Это канал Бигуди и пора завивать свои извилины. Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о полётах и самолётах. Ну что ж, поехали! Когда самолёт приземляется и только коснулся колёсами земли, не спешите аплодировать пилоту. Самолёт всё ещё несётся с большой скоростью. Может он и охуенный пилот, но как водитель полное дерьмо. Всегда спрашивайте на стойке регистрации, могут ли вас пересадить в аварийный ряд. Там больше места для ног, на него нет предварительной регистрации и чаще всего он бесплатный. Не берите места перед аварийными рядами. Там не откидываются спинки кресел. Но не все аварийные ряды хороши. В больших самолётах на длинных перелётах это место для тусовок, пиздежа, приседаний и прочей хуйни, которые мешают смотреть кинчики. В начале полёта следите за ублюдком, который сидит перед вами. Как только он захочет откинуть спинка кресла, упритесь коленями и не дайте сделать это ему. Он подумает, что кресло неисправно, и вы будете лететь с комфортом. Вот такой вот лайфхак от канала Бигуди. Боитесь летать? Транквилизаторы плюс алкоголь. Только не перестарайтесь, а то можно увидеться с моим дедом. Человек-то он хороший, но с 86-го года тусит с моим прадедом. Если рядом сидит поп, священник или монашка, всегда спокойнее. А вот когда рядом рабы, не так спокойно. Но в случае захвата самолёта вы всегда сможете первым крикнуть «Ага, бля, я так и знал!» Это удобно и поднимает авторитет среди заложников. Трахнуть стюардессу проще простого. Но только если вы её парень и ждёте её дома. А в остальных случаях это практически нереально. Как ни странно, но все девушки идут работать с стюардессами, чтобы трахаться с пассажирами в туалете самолёта. Ну и естественно. Если летите рейсом, где дают бесплатное бухлоо, садитесь в средний ряд. При условии, что самолёт большой и с тремя рядами сидений. Тогда можно просить бухлоо-стюардесс, идущий по разным проходам. И, как правило, отстающих друг от друга. Вот такой лайфхак. Сидите посередине. Значит, имеете право на оба подлокотника. Неписанное правило путешественников. Если сидеть на рядах расположенных у крыльев самолёта, то турбулентность, если она будет, ощущается не так сильно. У окна сидеть удобно. Спать тоже удобно. Но приготовьтесь к тому, что сосед весь полёт будет таращиться ваше окошко, нарушая ваше личное пространство. Ощущение, будто прямо в рожу тебе смотрят. Нередко так и происходит. Пристёгиваться нужно даже после взлёта. Это не прихоть. Я сам видел, как несколько людей провели краш-тест своего еблета потолок, когда нас знатно тряхануло. Пристегнитесь, немного ослабьте ремень, и будет ништяк. Однажды по пути в Лондон наш самолёт в течение нескольких секунд, от трёх до пяти, наверное, просто падал. Обосрались все, пилот и стюардессы в том числе. Одна стюардесса сказала, что за 22 года полётов с ней такое было впервые. По приземлению курили даже дети. Кстати, курить электронки в самолёте можно даже на месте. В туалете и подавно. На такой высоте они дают намного меньше пара. А если ещё и чуть дольше задержать пар, то при максимально уверенной своей правоте получится нормальный перекур без дискомфорта для окружающих. Чаще всего самолёты падают в первые минуты полёта. Или при посадке. В самом полёте вам мало что угрожает, кроме ебланов, забывши заправить судно. По статистике, сидя в хвосте самолёта, у вас на 40% больше шансов выжить при падении. Если вы думали, что лучше падать на воды, нежели на землю, то нет, а мягкую водичку распидорасить не хуже, чем на землю. Да и найти потом сложнее. Но самые будут рады. На этом у меня всё. Спасибо, что воспользуюсь услугами нашей авиакомпании Бигуди. Ребята, надеюсь, вам было интересно. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на канал. И до встречи, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok